В среднем встречаются сады все-таки 30-50 квадратов. Здесь ведется отопление, его обеспечивает кондиционер. После того, как мы технически подготовили помещение, мы переходим уже к подготовке грунта. Итак, какие ошибки могут быть при устройстве, при задумке зимнего сада? Итак, сколько стоит технически укомплектовать зимний сад сегодня? Друзья, приветствую! Меня зовут Екатерина Косолапова. Я эксперт по растениям и ландшафтному дизайну. И сегодня мы с вами поговорим о создании зимнего сада с нуля. Зимний сад, идея его приходит нам в том числе из-за того, что у нас очень длинная зима. Несколько месяцев мы страдаем от отсутствия зелени, красоты, цветов, ароматов, каких-то листочков, графики, вот этих вот веточек. И все это мы можем с вами увидеть в зимнем саду, грамотно спроектированном саду. Чаще всего он является продолжением существующего дома. Его пристраивают прямо к зданию, он, можно сказать, часть этого здания. Одна из жилых комнат, где семья с гостями может проводить прекрасно свой досуг. Мы сегодня с вами в гостях у радушного хозяина, который построил на своем участке зимний сад как отдельное строение от существующего дома. Почему он так сделал? Дело в том, что на участке очень красивые вековые деревья исполины. Им более ста лет, и не затронув их, невозможно было достроить дом с тем, чтобы разместить там зимний сад. И второе, конечно, деревья давали много тени. Именно поэтому на участке было выбрано наилучшее свободное место от деревьев, там, где с южной стороны максимально попадает свет в наш зимний сад. А северная сторона прикрыта практически большой, плотной, толстой стеной. Стена имеет толщину в 40 сантиметров из пенобетона и еще 10 сантиметров снаружи из пенопласта. Требования для помещения. Площадь помещения вы решаете сами для себя, насколько она будет большим. Конечно, в маленьком, в такой маленькой комнатушке нет тех возможностей, невозможно добиться вот такой вот красоты, как на большей площади. В среднем встречаются сады все-таки 30-50 квадратов для того, чтобы это была возможность и для ассортимента, и удобно было ухаживать за этим садом. Итак, сколько стоит технически укомплектовать зимний сад сегодня? Ну вот, возьмем площадь 50 квадратов, на нее примерно может понадобиться 150 тысяч. Сюда как раз входит вентилятор, кондиционер, система труб, в том числе капельного полива, фитолампы. Ну нужно смотреть на мощности, потому что зачастую, когда обращаешься в компании, которые подбирают оборудование, тебе стараются с запасом продать что-то сверхмощное для твоего маленького миниатюрного садика. Поэтому смотрите на характеристики оборудования. Наверное, не всегда следует бежать за брендами, потому что сейчас есть не настолько раскрученные бренды, как у всех на слуху, но при этом также здорово и замечательно бесперебойно работающие. Здесь ведется отопление, его обеспечивает кондиционер, то есть кондиционер включается в определенные часы, нагоняя здесь тепло. Вот, и оно аккумулируется и позволяет как раз растениям чувствовать себя, как у себя в родных условиях природе. Вечером идет небольшое охлаждение, то есть кондиционер отключается для того, чтобы был перепад, небольшой перепад температуры от 20 градусов дневной до где-то 10-12 градусов ночной, для того, чтобы многие растения имели возможность цвести. Например, орхидеи, они не зацветут, если не будет перепада и будет постоянная теплая температура. Конечно, здесь продуман полив. Он в данном случае у нас автополив и сделан с помощью капельной системы орошения. То есть это небольшие трубочки с отверстиями в определенное время, в определенный час, по выставленной хозяином автоматики, включается эта система и идет такое бережное аккуратное орошение. Здесь есть специальные фитолампы для освещения. Они дают красно-синие волны, как раз те, которые очень любят растения. И именно поэтому вы видите, какие здесь приросты и увидите, какие экзотические растения здесь не только растут, но и плодоносят. Важна правильная, грамотная вентиляция в помещении. То есть укрепляется вентилятор, чаще всего верхней части зимнего сада, который как раз аккумулирует тепло. И через холодные трубы, которые располагаются в почвенном слое зимнего сада, отдают свое тепло. Таким образом у нас внутренняя рециркуляция воздуха происходит без какого-то внешнего нагнетания или наоборот внешней теплоотдачи. После того, как мы технически подготовили помещение, мы переходим уже к подготовке грунта. Именно то, в чем будут расти наши растения. Конечно, его состав зависит от того ассортимента, который мы с вами выбрали. Чаще всего это различные семейства ароидные, то есть различные, смотрим, декоративно-лиственные, цветущие. Здесь и тропические какие-то культуры. В данном случае идеальным субстратом будет смесь из чернозема с достаточно большим слоем из натуральной коры. Чаще всего используют кору-лиственницу как более долговечную. В ней в обработанной настоящей коре не содержатся какие-то вредители, болезни. И она дает рыхлость субстрата, не дает ему слеживаться и дает возможность распространению корней и росту экзотических культур. Поскольку чернозема непосредственно у нас в Подмосковье нет, его везут из других областей, то его машина, КАМАЗ, например, обходился в прошлом году примерно в 30 тысяч рублей. По коре, если брать в мешках, то стандартный мешок коры 50 литров в зависимости от фракции стоит от 300 до 400 рублей. Мелкая 300, средняя 350, крупная 400. Примерно так. После того, как мы завезли грунт, подготовили почву для наших любимцев, мы должны определиться с ассортиментом. И тут мы исходим из потребностей нашей семьи. Если мы хотим получать плоды, овощи, пример даже классический, пример ассортимента наших теплиц. Допустим, выращивать огурцы, томаты, перец. Тем более, я знаю, что посленовые – это у нас культуры многолетние, которые можно выращивать много лет в условиях именно зимнего сада. То вы определяете, какие точно заведете культуры. По секторам их у себя разрисовываете, сколько, какая культура займет место. Составляете, так сказать, себе табличку. По ней приобретаете рассаду или выращиваете ее сами от семечка. И, собственно, начинаете вкушать плоды своего труда. В другом случае, когда, допустим, вам хочется именно декоративности от своего сада. А в таких случаях определяются, каким растением лежит душа, что мы любим, что не любим. Опять же, насколько нам условия позволяют подобрать растения. Кто-то более любит декоративно-лиственные культуры, кто-то предпочитает именно цветущие растения. Конечно, красиво, когда это идет в сочетании. Среди декоративно-лиственных вы легко узнаете своих обычных любимцев подоконников в доме. То есть это плющи, различные филодендроны, стендапсусы, эпипремнумы, хлорофитумы. Все эти растения неприхотливые, достаточно быстро дающие объем зелени, играющие оттенками ее, имеющие различную фактуру листьев. И даже используя разные сорта одного и того же растения, вы можете получить очень красивый такой калейдоскоп зеленый в своих зимних садах. Что касаемо цветущих растений в зимнем саду, конечно, непревзойденные фавориты – это различные орхидеи. Здесь всем известны уже много лет находящиеся на пике своей популярности фаленопсисы, здесь и цимбидиумы, здесь подвесные ванды. Знаете ведь, насколько важно в зимнем саду дать несколько ярусов. Что еще из цветущих используются? Ихмеи, ордизии. Можно добавить в ассортимент каких-то пряноароматических трав, просто смотреть за сортами, чтобы они были компактные. Можно использовать и наши привычные мяты мелиса, а может быть, все-таки сходить на тимьяны, шалфеи, котовники. Если говорить о выращивании плодовых растений, те, которые нам действительно радуют, тем, что можно еще и продегустировать, покушать, то наиболее такие любимицы зимних садов – это цитрусовые. Конечно, очень экзотичный вид принесут в зимний сад любые виды пальм, растения, которые действительно имеют крупные листья, часто рассеченные. Очень такую интересную графику. И здесь наши любимые с вами хомеропсы, хомедореи, финики, может, даже банановые деревья. Важно в таком случае, зная их любовь к гигантам мании, вовремя проводить мероприятия по грамотной правильной обрезке. Какие культуры при выращивании в зимнем саду нельзя совмещать друг с другом? Наверное, сразу напрашивается ответ на то, что какие-то овощные растения, такие как томаты, огурцы, вряд ли будут совмещаться с орхидеями. Здесь не только про разность почвенных условий, каких-то моментах ухода, достаточно серьезным заболеваниям и вредителям, возникающим чаще даже на овощных культурах. Ну и просто даже, наверное, диковинно среди зарослей орхидеи видеть вот эти вот томатные растения. Поэтому давайте соблюдать все-таки то, что в зимнем саду вы делаете уклон либо на овощные растения, либо на декоративные. Вот эта экосистема, которая образуется в вашем зимнем саду, она подскажет вам, как двигаться дальше. И просто год от года вы будете, наверное, добавлять экзотов для того, чтобы удивлять своих гостей. Конечно, для того, чтобы ваш зимний сад не превратился в непролазные джунгли, нужно учитывать при посадке сразу агрессивность растения. Правильно себе при расчете растений выстроить вот эту плотность посадки. И она различная будет для разных культур. Когда вы определитесь с ассортиментом, посмотрите проверенные справочные данные, какое количество растений сажается вот именно этого вида, на какую площадь. И пусть вас не пугает, что зачастую маленький саженец, там маленький росточек, который вы купили или посеяли, он кажется совсем одиноким на достаточно большой площади. Правильно спроектированный зимний сад с хорошим техническим оснащением довольно быстро превратит ваш росток в прекрасное крупное растение. Многие агрессивные растения, они могут реально вытеснить более слабые. И у вас будет такая, как монокультура. Какие-то растения будут полностью заполонять, а редкостные культуры вы потеряете только из-за того, что вовремя не провели обрезку, прополку или еще какие-то мероприятия по обрезке. Вот в этом саду, где мы с вами сейчас ведем съемку, благодаря тому, что здесь хозяин, который очень любит свои растения, он не позволил маранте вытеснить большинство растений из его чудо-коллекции, которая насчитывает здесь около 60 видов, вовремя ее обрезал, пропалывал, и она скромно занимает небольшой фрагмент этого зимнего сада. Насколько дорого посадить свой зимний сад? И вот как раз рекомендация, которую я вам давала, о том, что лучше разом себе предусмотрев ассортимент, составив такую табличку покупок, купить разом все растения на площадь. И в зависимости от того, насколько будет экзотичен ваш подбор, будет разница цена. Если сажать продисканцы, плющи, какие-то фикусы, ну то есть недорогие растения, то вам может обойтись посадки в 10 тысяч, 15 тысяч растений на всю теплицу. Когда мы будем с вами подбирать уже какие-то более редкие экзотические растения, в частности, как различные орхидеи, какие-то редкостные виды, сорта коллекционные, то тут может стоимость доходить и зашкаливать за сотню тысяч и больше. Итак, какие ошибки могут быть при устройстве, при задумке зимнего сада? Первое – это неправильное месторасположение. То есть, если вы расположили свой сад не на южной стороне, ему будет недостаточный свет, то даже самые неприхотливые растения, казалось бы, не настолько нуждающиеся в солнышке, будут себя чувствовать угнетенно, особенно в зимнее время. Второе – техническое оснащение, которое, как мы говорили, должно быть грамотным. Важно ассортимент правильно подобрать, хорошо взвесив свои силы, свои знания, свой опыт ухода за растениями. То есть, наверное, не стоит сразу гнаться за экзотами, если вы в основном экспериментировали на фиалках и фикусах на подоконнике. Что еще сказать? Ну, кто будет заниматься, распределить в семье этот функционал, как часто этим садиком, чтобы был закрепленный человек, который погружен в это и очень сильно любит? Еще одну ошибку я бы отметила – непроведение профилактики и вовремя непринятие мер по лечению заболеваний вредителей. Условия идеальны, и если не проводить постоянный мониторинг, невнимательно смотреть на своих питомцев, то их можно достаточно быстро потерять, потому что та же самая белокрылка, которая может быть завезена к вам с растениями, Да, их важно придержать новые растения, прежде чем заселять в свой садик, желательно всегда выдержать в такой мини-больничке, адаптационном центре, посмотрев, когда там все на нем проявится, только потом уже заводить их в свой любимый садик. И вот та же самая белокрылка, она может потом вам на очень длительное время просто обеспечить огромную трудозанятость по ее уничтожению. Кстати, очень хороший лайфхак от хозяина этого сада, как он избавился от злосчастной белокрылки. Использовал японские препараты, которые, да, помогли ему избавиться от нее в течение нескольких лет. Это реально очень злостный вредитель. Друзья, на этом все. Пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео. Мы будем рады для вас освещать и другие темы. Пишите, какие наиболее интересны именно для вас. Желаю искреннего процветания вашим садам. Удачи, всего доброго. Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Редактор субтитров А.Семкин